О нём с придыханием говорят любители балетов. Нуреев вошёл в историю как гениальный танцор, вызывающий трепет. До него шла такая энергия, эротическая энергия, которая действовала и на мужчин, и на женщин. Потому что мы сходили и те, и те. Нуреев утверждал, что крутил роман с Жаклин Кеннеди, а также с Ив Сан-Лораном. И журналисты потом сочинили про связь знаменитого танцора с Фредди Меркьюри. Он прекрасно понял, что двигатель торговли – это скандал и реклама. Он умер 6 января 1993 года. И кто заразил его спидом, Нуреев так и не понял. Париж, 12 января 1993 года. Фойе Гранд-Опера утопало в цветах и слезах собравшихся. Размах и почести понравились бы Рудольфу Нурееву. Согласно предсмертной воле покойного, звучали стихи Байрона, Гёте и Рэмбо. О первой строчке прочла его соотечественница, партнерша по Кировскому театру. Мелик Кургапкину пришлось прочесть какой-то кусок из Евгения Анигина. Утонченная публика с удивлением поглядывала на двух простецкого вида женщин. Это были сестра покойного Роза и её дочь Гузель, которых Рудольф смог вывезти в Париж. Ребенница Гузель такая, она бестолковая, барышная была со своим, что она помогала деньгами. Женщины плакали, но предвкушали оглашение завещания Рудольфа. Ведь он был очень богатым человеком, и они надеялись, что родню танцор не обидит. По одним подсчётам он оставил 80 миллионов долларов после своей смерти, по другим 25 миллионов долларов. Нуреева отличала невероятная скупость. За выступление он запрашивал баснословные гонорары, но при этом никогда не носил с собой карманных денег. Везде, в ресторанах, в магазинах за него платили друзья. Он умело вкладывал заработанные деньги, создавая замысловатые финансовые схемы, чтобы уйти от налогов. Именно поэтому у него появилось австрийское гражданство, потому что в этой стране было самое мягкое налоговое законодательство. Он был миллионером, но всегда работал просто на износ. Выходил на сцену почти каждый вечер. И какая нужна энергия, чтобы во вторник танцевать спящую красавицу в Париже, а в четверг Дон Кихота в Нью-Йорке? Ох, это Рудольф Нуреев. Это было как булемия. Увидев его в спектакле, один из русских коллег пытался остановить этот безудержный чосс. Он сказал, Рудик, ну ты же сегодня танцевал из рук вон никак. Он говорит, а ты что думаешь? Ты танцуешь сколько спектаклей в месяц? Три, ну максимум четыре. А я танцую 200 в год. Одинаково хорошо их станцевать невозможно. Нуреев купил семь шикарных квартир в разных городах мира. И буквально набил их антиквариатом и дорогими предметами искусства. Там одни голые мужики. Там картины, там скульптуры. Он окружал себя роскошью, вызывая снисходительные улыбки людей с хорошим вкусом. Все это выдавало голодные детства и юность. Это все-таки была дикая компенсация за чудовищную бедность, в которой мальчик вырос. Мать Нуреева родила сына в поезде, когда ехала к месту службы мужа, армейского политрука Хамета. Пока отец был вдали от дома, Фарида тянула трех дочек и Рудика одна. Работала фасовщицей на кефирном заводе и однажды могла погибнуть. Возвращалась с работы поздно и увидела на дороге стаю волков. Смелая женщина стянула с плеч одеяло. У нее не было пальто, она просто путалась от холода в одеяло. Зажгла его спичками и, размахивая горячим одеялом, отбивалась от волков. Собирая сына в первый класс, Фарида нарядила его в одежду старшей сестры. Купить новую для мальчика ей было не на что. Обуви не было. На улицах Уфы была непролазная грязь, и она отнесла его в школу на руках. Впервые я увидел балет, когда мне было шесть. В следующем году, когда мне было семь, я увидел Лебединое озеро. Конечно, я был ошеломлен. Я знал, что хочу заниматься этим в будущем. Я помню, как на следующее утро пришел в детский сад. У нас там была комната с хрустальной люстрой. Я танцевал там. Меня оттуда быстро увели. Однажды Фарида выиграла в профсоюзную лотерею бесплатный билет на балет. И Рудик заболел искусством. Его отдали в ансамбль народного танца. Но отец был взбешен увлечением сына. Он хотел, чтобы Рудик стал военным. А он был размазнёй. Он вообще очень был плаксивым мальчиком и часто плакал. Комета это злила. Ему отец с детства говорил, что его сын не давал понять, что его сын ничтожество, что он не мужчина. Мальчишки в школе обзывали его лягушкой, балериной и Адольфом за схожесть имени Рудольф с именем Гитлера. Его постоянно били. В 15 лет он начал танцевать в кардебалете Башкирского театра оперы и балета. А потом его отправили в Вагановское училище. Его прислало Министерство культуры Башкирии для того, чтобы его здесь подготовили, для того, чтобы он обратно вернулся. Башкирские власти выделили Нурееву специальную стипендию. Но у него были другие планы. Он не принимал и отсылал ее обратно. Именно для того, чтобы у него была возможность остаться здесь, в Ленинграде. Он сказал, что голодал там. Я как-то спросил, вы объехали весь мир, какая еда вам больше всего нравится? Он ответил, та, что насыщает. Талантливому студенту помог его педагог Александр Пушкин и его жена Ксения Иосифовна. У них не было детей, и Рудольфа они любили как сына. Сидели к себе в не очень роскошном условии. Зато он был бы сыт, он был одет, хотел бы согреть лаской и так далее. Многие знатоки биографии великого танцора считают, что у него был роман с женой своего учителя Ксенией. Вроде бы это было яркое чувство. Он был любовником жены Пушкина. Три года в училище Нуреев истязал себя репетициями до изнеможения. И его приняли в труппу Кировского театра. Москва, 19 июня 1961 года. В тот день первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев получил очередной рапорт председателя КГБ Шелепина. Прочитав документ, хозяин Кремля побагровел и заорал, что считает это личным оскорблением. Государство его растило, кормило, а этот подлец в бега. Он не мог это пережить, потому что он понимал, что он пощучил не только Хрущева, а всей идиологии СССР. Это был жуткий провал. Позор КГБ. Гастроли Кировского театра в Париже и Лондоне были продуманы от и до. Все было под контролем. Но вечерами Рудольф ускользал из отеля через Черный ход. Он моментально завел друзей среди парижских артистов и журналистов. И в Москву летели доносы. Артист морально разлагается. Позорит и театр, и родину в целом. Естественно, ему делали замечание раз и два, что ты не имеешь права так тебя везти. И все, а плевать. В Париже Нуреева поселили в одном номере с талантливым танцором Юрием Соловьевым, обладателем невероятно красивого тела. Которого говорили, что он совмещает в себе два образа одновременно. Ангела и водителя грузовика. То есть он был привлекательный и в то же время абсолютно натурал. В труппе знали про то, что Нурееву нравятся мужчины. Но он, понимая, что в Советском Союзе за это могут отправить за решетку, обычно держал себя в руках. Но в Париже расслабился и попытался приударить за Соловьевым. Встал к Соловьеву, и тот ему как-то об этом намекнул. Что, видимо, он об этом расскажет. В КГБ уже потирали руки и готовились размазать по возвращении домой извращенца Нуреева. На сцену ему доверили выйти только на шестой вечер гастролей. Он не был звездой, имя которой стояло на афише. Но Париж сразу же сошел с ума. Всем артистам в парижском аэропорту раздали билеты на самолет в Лондон. А ему почему-то нет. Кураторы объяснили, вас ждут в Москве на правительственном концерте. И он сразу почувствовал подвох. Он обезумел от этого, потому что опыт жизни есть. Он боялся, что все, уже в Кировском театре танцевать не будет. В лучшем случае там в Магадане, еще там где-нибудь. Нуреев попросил провожающих его французов срочно позвонить журналистке Клари Сент, которая имела связи в правительственных кругах. Ценители балетов всегда восторгались прыжками Нуреева. Но главный свой прыжок он совершил в аэропорту Парижа. Он перепрыгнул в загородку. Написано, был лучший прыжок Нуреевой. Прямо в полицейский участок. Приехавшая в аэропорт Клара Сент шепнула полицейским, что Нуреев хочет попросить во Франции политического убежища. Согласно международному праву, его отвели в пустую комнату и дали время обдумать свое решение. 45 минут тишины. Потом бумага, карандаш думать. Нуреев остался во Франции с 36 франками в кармане. Хрущев требовал немедленно вернуть беглеца. Рудольфу звонила мама. Его просила думаться его бывший учитель Александр Пушкин. Это его так подкосило, и у него инфаркт был потом. И все это. Это был большой удар для педагога, конечно. После гастролей все представители руководства Кировского театра лишились своих должностей. Партнерша Нуреева Алла Осипенко на 10 лет стала невыездной. Друзья ученой Романковы отправлены вниз по служебной лестнице. То, что для этого были в жертву, принесены там друзья, коллеги, он даже об этом не задумывался. Отца Рудольфа Хамета Нуреева исключили из партии, хотя он отрекся от сына. Советский суд заочно приговорил танцовщика к 7 годам заключения с конфискацией имущества. Он был первый, кто, как говорится, остался невозвращенец, если это великий термин. Через несколько дней он вышел на сцену частного театра Маркиза де Куеваса и попал под раздачу. Это была месть КГБ. Была договоренность с молодежью Коммунистической партии, чтобы они с галерки сорвали ему спектакль, бросали яйца в помидоры, кричали «возвращайся в Москву, ты предатель, ты негодяй». Рудольф не поддался на провокацию, станцевал и вышел со сцены новой звездой Парижа. Через месяц Нуреев позировал полностью обнаженным знаменитому фотографу Ричарду Аведону. А после спектаклей поклонницы стали кричать «Руди, хочу тебя в нуди!» и Нуреев отправился на учебу в Копенгаген к Эрику Бруну. Он приехал на Запад в очень молодом возрасте, ему было 23 года. Я был на 10 лет старше, и я уже достиг того момента, когда меня считали одним из самых передовых танцоров в мире. Они встали у одного балетного станка. Наша встреча была подобна столкновению и взрыву двух комет, говорил потом Эрик. Вспыхнула страсть такой силы, что Брун забыл свою невесту-балерину Марию Толчев. А Рудольф заявил, что нашел любовь всей своей жизни. Вот тогда на самом деле появился тот танцовщик Нуреев, который просуществовал очень небольшой отрезок времени. Хорошо танцевал он, наверное, года четыре. А потом Рудольфу сказочно повезло еще один раз. На него обратила внимание легендарная балерина Марго Фонтейн, которая уже собиралась на пенсию, ей было за сорок. Но, услышав о талантливом русском, решила с ним станцевать. И зал задохнулся от восторга. Еще подфартило, потому что, если бы тогда не Марго Фонтейн, то неизвестно, как бы тоже сложилась судьба. В 1964 году Рудольф танцевал вместе с Фонтейн в Лебедином озере. Занавес в венской опере поднимали 89 раз. Марго не узнавала саму себя. Каждый раз ей казалось, что вот сейчас она расшибется насмерть, но она выдавала такие антраша, как в юности. Реев танцевал, танцевал, танцевал. Один и в дуэтах. Классику и современный балет. Но все никак не мог понять, правильно ли он сделал, что стал невозвращенцем. Первые два года всем своим друзьям говорил, подругам, что он хочет вернуться, что он даже имеет шанс вернуться. Что с вами происходит, когда вы нервничаете? Хочу пойти домой, к маме, но это очень далеко. Она очень далеко. Просто не могла бы помочь, понимаете? Париж. 12 января 1993 года. В мир иной Рудольфа Нуреева провожала мировая элита. Прощальное слово сказал министр культуры Франции. Для них это им святое, святое. Поэтому провожали буквально всех. Сценарий похорон Нуреев продумал до мелочей. Он жил на сцене и ради аплодисментов. И хотел, чтобы последний день на земле был лучшим его спектаклем. Он написал очень подробно, как его надо провожать. Он запретил пускать прессу. Это дало еще больше интерес. На этом фото Нурееву подливает в бокал еще одна звезда балета, сбежавшая из Советского Союза. Отношения двух танцовщиков были очень теплыми. В 1974-м Барышников не вернулся в Ленинград после гастролей в Канаде. Считалось, что Михаил обиделся на то, что в поездку не взяли его любимую Татьяну, а партнершу заменили на другую. Ему приходилось танцевать с балериной, которая чуть ли не больше него, то есть не толще его. И он надрывался над ней. Но на самом деле у Барышникова сбылась мечта. Он подписал контракт с труппой современного американского балета. И впереди были большие слава и деньги. И так получилось, что Нуреев вроде бы завоевал сразу Европу, вот Лондон, Парижскую оперу, а Барышников – Соединенные Штаты Америки. Мировой знаменитостью мог стать и Юрий Соловьев, тот самый артист, которого КГБ использовал, чтобы получить компромат на Нуреева во время поездки в Париж, из которой он не вернулся. Соловьев, который был значительно лучше по всем параметрам Нуреева, просто значительно лучше. Но в 77-м году Юрий Соловьев покончил с собой. Ему было всего 36. И если актер не дать выйти на сцену, он может умереть. Надо вырваться, чтобы талант вырвался на публику, на людей. Нуреев же оказался прирожденным гением того, что в 21-м веке стали называть пиаром. Он прекрасно понял, что двигатель торговли – это скандал и реклама. Один из особняков Нурееву помогла обустроить Джаклин Кеннеди. Еще будучи первой леди, она пригласила его и Марго Фонтейн станцевать в Белом доме. И Нуреев рассказывал, что у него был роман с женой президента незадолго до его убийства. «Никто передо мной не устоит. Все, кто спали со мной, влюблялись в меня», – говорил он, улыбаясь. Вот от него, судя по всему, шла такая энергия. И плюс еще, безусловно, эротическая энергия, которая действовала и на мужчин, и на женщин. Потому что мы сходили и те, и те. Одним из его любовников был знаменитый кутюрье Ив Сен-Лоран, наряды которого тогда носили самые богатые люди мира. И у Нуреева всегда была изысканная одежда, невероятные головные уборы. Он прекрасно понял, что такое поп-жизнь. И он хотел быть на первых страницах постоянно. Оказалось, что он может гениально смешить. Весь мир хохотал над этим дуэтом из «Маппет-шоу». Как-то за выступление, за участие в каком-то шоу он получил миллион долларов. Только за одно шоу. Нуреев купил остров. Вернее, небольшой архипелаг неподалеку от Италии. Но гости не понимали одного. Зачем он поставил рядом со своей роскошной виллой дощатый домик, который называл на русский манер «дача». И почему он так часто в одиночестве смотрит один и тот же фильм? Люди из русского мира, эти иммигранты, говорили, что самый любимый фильм его – «Ностальгия». Он бесконечно смотрел этот фильм. И постоянно думал о матери. В душе он оставался мальчиком, которому нужна защита и безоговорочная слепая любовь. Он разговаривал с матерью по телефону раз в неделю. Но искренней с сыном Фарида быть не могла. Оба знали, что звонки прослушиваются. Ваша семья еще в России. У вас остались с ними какие-то контакты? По телефону – да. Остальные звонки прослушиваются? Мне кажется, всегда. Их везде прослушивают. Нуреев несколько раз подавал прошение о том, чтобы Фариду выпустили к нему из Советского Союза. Об этом ходатайствовали даже американские конгрессмены. Но каждый раз был отказ. Рудольф Нуреев был первым артистом советского балета, сбежавшим за границу. Потом родину вероломно с точки зрения КГБ покинул Михаил Барышников. А в 79-м сбежала звезда Большого театра Александр Годунов. Годунов мечтал танцевать в «Спартаке». Но поссорился с Юрием Григоровичем и понял, что балетмейстер больше главных партий ему не предложит. А ему уже было 30. Он понимал, что мне так кажется, что жизнь у артиста короткая, надо успеть все. А здесь не было таких возможностей. Он хотел увидеть, что там. Но Годунов не был готов к побегу. И судьбу его решила ЧП, которая случилась в Соединенных Штатах. Танцор любил выпить, расслабиться с друзьями. И в парижских газетах появилась фотография пьяного советского артиста. Его напоили, или он выпил сам. Сняли тут же фотографы на яхте. Годунов был в панике. Репутация на Западе испорчена. А что же будет в Москве? Но он решил, что все же лучше жить за границей. И это была трехдневная трагедия, за которой следил весь мир. Его любимая жена Людмила Власова отказалась оставаться с Александром в США. Сотрудники российского посольства провели с ней беседу. И она села в самолет, который должен был лететь из Нью-Йорка в Москву. И за 20 минут до взлета его арестовали американские спецслужбы. Так как Годунов заявил, что КГБ насильно увозит Людмилу из США против ее желания. Его кинулись защищать журналисты, маститые американские адвокаты и даже представитель ООН. Но Людмила из самолета не вышла. И в итоге улетела домой. Он решил, что вот он здесь вот сделает себе карьеру, а Люду он как-нибудь вытащит. Потому что он ей звонил каждый день. Но пара в итоге распалась. Людмила осталась в Советском Союзе. А Годунов сначала танцевал в театре американского современного балета, которым руководил Барышников. Но психика его была нестабильна. Годунов не принимал американский балет. Ему не нравились американские порядки. Он не мог работать в этой системе. Отошел чуть от дела, не принес прибыль импресарию, значит, ты уже попадаешь в другой разряд. Понимаете? Так что там страна без сантименов. Барышников в итоге его уволил. Он выкинул меня, как картофельные очистки, жаловался Годунов. У него был красивый роман, который стал гражданским браком, о котором писала пресса. Благодаря Жаклин Бесетт Годунов попал в Голливуд. И даже снялся в фильме «Крепкий орешек». И балет в итоге бросил. Мы оба профессионалы. Это личное. Нуреев зарабатывал огромные деньги. Рулил гранд опера. Барышников был успешен тоже. А он ощущал себя неудачником и бесконечно одиноким человеком. Жаклин его бросила. Он дико скучал по Людмиле. Он сто процентов был наш человек, как говорится, советский человек. По всем эмоциям. И ему не надо было оставаться там. Он был морально сломан. Он уже не мог себя сдерживать по многим вещам. Его тело нашли через три дня после смерти. В мае 95-го. Артист сидел в кресле. На полу было множество пустых бутылок. Ему было всего 45. Помощница Годунова сказала, что по просьбе артиста развеяла его прах над океаном. Но где, никому не сказала. И врачи диагностировали, по-моему, остановку сердца, осложненную гепатитом. Париж, 1983 год. После двухлетних переговоров Нурееву доверили пост руководителя Парижской оперы. Сбылось то, о чем он мечтал очень долго. СССР всячески противодействовал этому назначению. Но Франсуа Миттеран уперся. Это вообще была новость, которую практически никто не мог пережить из наших коллег в СССР. Там зависть была безумная. Нуреев совершил настоящую революцию. Начал делать собственные версии балетов. Поставил 130 спектаклей. И все в новой непривычной для труппы техники. Он все эти балеты, в эти балеты напичкал огромное количество мужских вариаций. Понимаешь? Не дай бог, дамочке не уступить место. Это совершенно нереально. Он мог просто уничтожить партнершу. Однажды был недоволен тем, как танцует еще одна советская эмигрантка Наталья Макарова. Подбросил и не стал ловить. Балерина буквально уползла со сцены. Он не давал спуску ни себе, ни другим. Однажды повредил ногу. Ему наложили гипс. И Нуреев был вне себя. Как же так? Ведь на носу очередная премьера. И он своими руками разбил гипс за пару недель до даты, когда это собирались сделать врачи, чтобы скорее начать танцевать. Но советские газеты писали про Нуреева исключительно плохо. Нашим гражданам внушалось, что за границей беглец прозябает и влачит просто жалкое существование. С наслаждением здесь публиковались заметки из жизни падения гения. Значит, вот сбежавший этот предатель Родины в творческом застое. У него ничего нет, ему никто ничего не предлагает. Я счастлив здесь. Меня спрашивают, ты счастлив? Да. Сборы в Гранд-Опера резко выросли. Публика с восторгом принимала постановки Нуреева. Он русскую классику исковеркал до такого состояния, изувечил и протиражировал. И на этом заработал, конечно, огромное количество и средств, и дивидендов. Николай Цаскоридзе сравнивает Нуреева с великим хореографом Юрием Григоровичем. И сравнение это не в пользу Нуреева. В тех же балетах Григоровича, в его версиях, в классе есть всегда смысл. Почему эта диагональ справа налево или с нижнего угла, наверх, есть какой-то смысл. Его хореографии смысла никогда нету. Главное – четко выполнять движение. Но большинство людей, купивших билет на балет, ничего не смыслит в диагоналях и голосует сердцем. Успех был феноменальным. Уфа, 1987 год. В 1987 году мать Нуреева разбила инсульт. Она больше не могла двигаться и почти утратила рассудок. Мой знакомый врач мне позвонил оттуда из Уфы, говорит, «Ой, Люба, если бы Рудик видел, что здесь происходит, он вообще танцевать бы не смог». И что Фарида, ее не сочтены, она очень скоро, так сказать, отправится в мир иной. Нурееву, наконец, дали визу в СССР на трое суток. Говорят, это была личная просьба Раисы Горбачевой. Нуреев лететь опасался, ведь судимость с него не была снята. Мы знали, что он очень волнуется, он очень боялся. И он сказал, шутя, «Надеюсь, я вернусь». Мы обнимали его и говорили, «Давай, удачи тебе». Он позвонил Жаклин Кеннеди, сказал, «Джеки, если меня тут, значит, прихватят, то ты меня выручай». Власти Башкирии были в страшном стрессе. Приезд Нуреева воспринимался ими как ужас. Хореографическое училище было закрыто. В театре труппе дали выходные. Знакомых Рудольфа попросили не выходить из дома и не брать телефонную трубку. Уфа изменилось мало. Родные по-прежнему жили в деревянном доме с удобствами во дворе. И ему было это видеть очень-очень больно. Он видел огромное пустое одиночество. И убогость, страшную убогость. Люди так живут. Но самым страшным было то, что его не узнала больная мать. Он звал «Мама, мама, это я, твой Рудик». Но она смотрела на него, как на незнакомца. Нуреев мало походил на цветущего красавца, который сбежал из Советского Союза в 61-м году. Не было ни той стати, ни той прямой спины. Это была чуть сгорбанная фигура. Такие, проявившиеся грубые мышцы. О том, что он заражен ВИЧ, Нуреев узнал в 83-м. Его мучило постоянное расстройство желудка, часто бросало в жар и в пот. Он очень похудел. Ходили слухи о его болезни, но большинство людей отказывалось в это верить. Конечно, все переживали, но мы знали, что он не хотел об этом говорить. Поэтому все молчали. От спида в мир иной ушли актеры Рок Хадсон и Энтони Перкинс. Певец Фредди Меркери. Теннисист Артур Эш. Многие признавались, что уходя из жизни. Некоторым из них был поставлен антидиагноз посмертно. Нуреев не верил, что все серьезно. И надеялся на данные природой уникальную выносливость и силу. Умирать-то он не хотел, потому что он был уверен, что танец, его занятия каждодневные, они ему помогут продлиться в жизни. Нуреев узнал, что появился новый экспериментальный препарат от спида. Но лекарство оказалось токсичным, мешало ему танцевать. И он от него отказался. Он сам попросил о том, чтобы провести лечение этим препаратом. В последующем, говорит, его комната была завалена непочатыми коробками этого самого препарата. Он тратил на поддержание здоровья до 2 миллионов долларов в год. Но все было тщетно. Болезнь развивалась. Потихоньку его мышцы становились все слабее, ему было все труднее бороться со спидом. Он был слаб, а его болезни уже знали многие. Париж, 12 января 1993 года. У тех, кто был удостоен чести проститься с Нуреевым в Гранд Опера, были потерянные лица и искренние слезы. Гроб из красного дерева установили на центральной площадке парадной лестницы. Когда мы подняли гроб, чтобы принести его к этому месту, заиграла музыка. Это были песни странствующего подмастерья Бежара. Музыка, под которой он часто танцевал. И тут я почувствовал, что гроб на наших плечах начал вот так покачиваться, потому что эта музыка напомнила нам многое. Он сделал этот театр одним из самых популярных в Европе. Париж его обожал и мечтали заполучить все главные театры мира. Хотя характер у Нуреева был просто ужасный. Он был страшный сноб и мог быть очень грубым. Рудольф был известен своим темпераментом. Его все боялись. В лондонской опере даже говорили, что Советский Союз послал его к ним, чтобы внушить страну. Но журналисты были в восторге от его эпатажных выходок, которые резко увеличивали тиражи любого издания. Наверное, ни один балетный танцовщик не обладал такой вот феноменальной, яркой, скандальной славой, которую он то и дело приумножал нарочно, позволяя себе всякие дикие выходки. Типа на фуршете вдруг бросить тарелку на пол, когда ему что-то не понравилось. В многочисленных интервью он все время подчеркивал, что страшно боится КГБ. Прошло 10 лет после побега, 20, а он уверял, что по-прежнему живет под колпаком и чекисты хотят его уничтожить. Он запирался в туалете самолета и начинал кричать, что в самолете агенты КГБ, которые хотят его выкрасть. Тут же первые полосы всех газет, тут же КГБ, USSR и так далее. В 1991 году Рудольфа постиг серьезный удар. От рака костей умерла его бывшая партнерша Марго Фонштейн. Она говорила, «Раньше я гастролировала из театра в театр, теперь гастролирую из больницы в больницу». Счета за лечение были космическими. Он оплачивал их тайком, чтобы никто ничего не знал. И сама Марго, она прекрасно знала, кто платит по счетам, но она ничего ему не говорила, потому что он не вынес бы разоблачение. Нуреев иногда восклицал, «Вот на ком я был должен жениться». Говорили, что Марго ждала от него ребенка и собиралась подать на развод. Но на ее мужа посла было совершено нападение, и она осталась с ним, инвалидом, и сделала аборт. Говорят, что это единственная женщина, с которой он был. В принципе. Он всегда был одиноким человеком и детей никогда не хотел. Это не вписывалось в бурный график его необыкновенной жизни. У него работала секретарем преданная поклонница Франсуа Дуз, которая боготворила его и бредила мыслью родить от Нуреева ребенка. Но он всегда говорил ей «нет». Так, хочешь – рожай, только я не буду, так сказать, субсидировать это дело. Если говорить о ночных кошмарах, мне снилось, что я снова в России. За мной гонятся и пытаются поймать. Но затем эти кошмары прекратились 15 лет назад. В конце 80-х визит прославленного танцора в Советский Союз наделал много шума. Он нашел свою учительницу Анну Дальцову, которая переехала в город на Неве. Ай, ты уже стой! 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 Зай! 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 Мне тоже хочется стой! Решено было, что Нуреев выйдет на сцену родного Кировского театра и исполнит свою коронную партию Джеймса в Сильфиде. Но на репетиции всем стало страшно. Он пришел с температурой, хромал и не мог до конца докрутить ни одного пироэта. Я так удивилась. Он весь мокрый сидел. Ну, так, знаете, пот на лбу. И он был укутан просто в шапке тоже вот так вот весь. Он был такой уже ослабевший. Ленинград. 30 ноября 1989 года. 20-летняя партнерша Нуреева Жанна Аюпова порхая вокруг него, как бабочка вдруг осознала, он скоро умрет. Так странно это было действительно. Я увидела его глаза, и это был совсем другой человек. Никто не знал, что Нуреев давно болен спидом. Дыхание его прерывалось. Он танцевал ужасающе плохо. Не просто плохо, а ужасающе плохо. Я вот ребенком это смотрел и думал, а вот эти люди, которые кричат «Браво», они что, не видят, что это ужасающе? Это была просто сказка «Голый король». Но публика как будто сошла с ума. Они увидели звезду и благодарили гениального артиста. Это эгоистическая вещь. Я хотел танцевать на этой сцене. Обе ноги были в связке порваны. Я танцевал. Скажите, кто в этой стране может показать, что они могут танцевать лучше, когда им 23 года, 20, 19, 35, а мне 52. Он дал во время своего визита немалое интервью. И на вопрос, о чем еще мечтает, ответил просто. Он сказал так. Жить, жить, жить. Казань, март 1992 года. Не считай, не считай. Стой, не считай. Последний свой день рождения Нуреев отметил в России. В марте 92-го он дирижировал балетом «Ромео и Джульетта» в Казани, Ялте и Санкт-Петербурге. Он же стал дирижером. Для чего? Потому что дирижеры долго живут. По возвращении в Париж ему поставили диагноз перикардит – вирусное воспаление сердца. Сразу в больницу у него откачали полтора литра жидкости от сердца. У него было там в околосердечной сумке была вода. 8 октября 92-го года состоялась последняя постановка Нуреева «Боядерка» в Парижской опере. Рудольф смотрел ее из ложи. Он лежал уже на диване, он уже сидеть не мог, он как-то так полулежа. После спектакля ему помогли выйти на сцену. Министр культуры Франции вручил Рудольфу орден «Командора искусств и литературы» – высшую награду Франции в области искусства. Жизненный круг великого артиста замкнулся. Он рождается, как звезда с «Боядеркой» в Париже. Он умирает в Париже с «Боядеркой». Мне кажется, это невероятно. Невероятное кольцо. В ноябре 92-го Нуреев попал в парижский госпиталь. И врачи не скрывали – сделать ничего невозможно. Осталось совсем немного. Он не хотел, чтобы знали, что у него спид. Он лежал под именем нашего приятеля, который тоже умер от спида. Олос, пот. Потом Нуреев решил, что лучше быть дома. Слушал каждый день капелию, который собирался дирижировать в Марселе. Изредка принимал друзей. У него была очень высокая температура, его рвало. В общем, это было ужасно. Он скончался 6 января в канун православного Рождества. Незадолго до смерти Нуреев принял православие. И было два прощальных обряда – православный и мусульманский. В гроб его положили в строгом костюме с челмой на голове. Рудольф Нуреев заранее выбрал и оплатил место на кладбище Сан-Женевье в Дебуа. Памятник на могиле – символ странствий дорожный сундук, накрытый старинным восточным ковром келимом, появился в 96-м. А кладбище считается русским. Это было полное оскорбление всем тем, кто вокруг похоронен. И они начали возмущаться. Но городские власти сказали, вы не имеете права возмущаться. Это городское кладбище. Многие туристы спрашивают, не вредит ли дочь ковру. Трудно поверить, что надгробие сделано из камня. Сестра танцора Роза и ее дочь Гузель, которые так плакали на прощание с ним в Гранд-Опера, остались недовольны наследством. Туриев назначил своей сестре Розе 200 тысяч долларов и 50 тысяч долларов своей племяннице Гюзель. Оля подала в суд на фонд американский, сказав, что Рудик писал завещание, когда уже был, так сказать, неадекватен. И она от них миллион отсудила. Он прожил слишком короткую жизнь. В мир иной уходил в мучениях. Но несчастным назвать его нельзя. С раннего детства его делал счастливым редкий талант и танец. Почти до последней минуты. Очень состоявшийся. Человек очень успешный. Победителей не судят. Он всех обыграл. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова